Здравствуйте! Сегодня у нас на повестке Припиросье. Это места близ озера Пирес. Там расположился поселок моего гектара, называется усадьба Балагоя. Это, соответственно, Балаговский район. Нас ждет бесконечно красивое озеро, а еще нас ждет интервью с краеведом, у которого стаж более чем 50 лет. Николай Александрович Ласточкин живет в деревне Рютина, близ нашего нового поселка, и знает об этих краях буквально все. Теперь узнаем и мы на канале от Сахи до Сахи. Это все по истории Балаговского района. Вот сюда мне? Да. Эти места известны вообще всем. Специальная история, которая запечатлена, она прямо вот напротив деревни. 4 градуса температура. Друзья, важная информация из первых уст в первые уши и к вам сюда. Если вы едете в поселок-усадьба Балагоя, который находится близ деревни Рютина, едьте через Мшенцы, потому что обычная дорога, на которую направляет навигатор, она сейчас не работает по причине ремонта плотины. Дорога, мягко говоря, не фонтан. Она колоритная, не отнять. Смотрите, вот, например, вот эта Липска, это заброшенная деревня-призрак. Гляньте, ни одного жилого дома, по ощущениям, хотя есть крепкие даже с окнами. Здесь ведется лесодобыча и поэтому очень часто ездят лесовозы. И они разбивают дорогу окончательно. Лес качественный. Вот из такого строят дорогие дома. Толстенные, прямые сосны. С лесом тут порядок. Природа, я говорю, мы Валдай. Мы в отругах Валдая находимся. Валдай – это сердце России. Вот едешь, когда с Балагой, допустим, в сторону Питера до Питера. Ну, везде местность так себе. Болот очень много, сырые низменные места. Подъезжаешь к Валдаю, хоть с той стороны, хоть отсюда, наоборот, к Валдаю. Начинается совсем другая природа. Холмистость, гористость. Порода леса разные совершенно уже. Причем такие хорошие деревья стоят. Не больные, ничего. Нормально. Мы к Валдае относимся. Хотя на трогах, вот, это даже еще лучше, чем на макушке Валдае жить. Это еще лучше. Природа хорошая. У нас масса озер, масса рек. Вот, леса хорошие по породам, по породам. Вот, богатые леса и там и ягоды и грибы, и живность. Всякое озеро рыбные. Хорошая природа, на самом деле, у нас. Вот, это я не хвалил. Хотя, вернее, не говорю, что ради похвальбы. Вот, хотя каждый кулик сам известный. Известно, да. Здесь был Рерих. Он здесь был. Да. Точно не отпитая чаша стоит Русь. Не отпитая чаша, полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждет. Николай Константин Ширеев. Ребят, мы сейчас не только Никите и вам это покажем, в чем заключаются эти карцевые провалы. На 200 метров в глубину уходит вода, из которых, из глубины земли бьет источник. Это здесь. Это здесь. Еще одно природное нерукотворное чудо. Да, и сейчас мы в этот источник осветим Никиту. Мы его туда опустим. И дай бог ему здоровья. Там как пойдет. Место известное, да? Нам в музее, по-моему, про него рассказывали. Очень. Много, да, кто сюда, кто приезжает, туристы. Мы тебя лечить сейчас, родной будем. Вы уже поставили мне диагноз. Вот они, смотрите, какие красивые здесь перекаты. Это ручейки или тоже реки какие-то маленькие? Нет, ручей текут. Я говорю, земля, она наполняет. Она полностью. Удобный деревянный помост, идешь прямо здесь. Можно даже женщинам на каблуках пройти. Я имею ввиду, сделано красиво для людей. Да, ухоженно. Обустроено. Как называется источник, не помню? Мшенский. Спасибо тебе, матушка природа, что даешь сил нам. Слава Богу. Я знаю, у кого просить помощи, когда ты идешь в источник с водой температурой 4 градуса. О, вот и часовенка. И зимой, и летом. Вот и часовенка. Ну, Господи, благослови. Вот сюда мне? Да. Когда занялся, поначалу это, 50 лет назад, я занялся этим делом, заинтересовался краевед, районщик. Весь район считаешь своим. Балаговский район, да? Балаговский район, да. Это мои книги вообще. Это все по истории Балаговского района. Ну, короче говоря, история Балаговского района вот здесь поставлена на твердую почву, как говорится. В семи местах по кругу бьет вода. Из земли 200 метров глубину. Это гора вниз, чтобы вы поняли. 200 метров вниз. Посмотрите здесь что. Это нечто. Это реально природный памятник водной архитектуры. Как хочешь. Да, и очень целебный источник. И сейчас, вот посмотри, вот сюда родной. Вот сюда мы тебя окунем сейчас. Это тоже такой же правильный. Да, за здравие. Да. И из них вытекает вода. Ребят, приезжайте сюда, купайтесь, будьте здоровы, берегите себя. Как вам тут вообще живется? Вот вы выпускник Балаговского факультета, ученый, увлеченный человек. Живете в деревне. Это вообще сообразно? А вот и надо. Я на эту тему вообще считаю, что люди увлеченные, но более-менее знающие, они могут это увлечение и знание применить где? Именно вот ближе к природе, в настоящей жизни. А это только деревенская жизнь. Город это не серьезное. Это, во-первых, искусственное образование, город. Вот. Ничего хорошего нет. И так оно и есть. Что там город? Скука. Ничего такого. Суета. Да, суета. Бегают, бегают, бегают. А что бегают? Деньги зарабатывают только и все. Природа. Ну, парк там где-то там, ну да ладно. Это опять не природа. Человеку важно созерцать природу? Безусловно. Это основа основ. Надо жить ближе к природе. В природе и природой. Надо жить в природе жить. Чего у нас сегодня и нет. Нет. Все. От сахи до сахи. Покоряем. Четыре градуса температура. И зимой, и летом. Сейчас на ваших глазах он задышит другой жизнью. Я без головы, ладно? Нет, нет, ныряй с головой. Обязательно. Я по кильватор захожу. Обязательно с головой заныривай. Опускайся глубже. Не жди. Ой, во имя отца. Раз. Во имя отца. И сына. Во имя сына. И святого духа. И святого духа. Аминь. Аминь. Дай бог тебе здоровья, Никитушка. О, yes. Выйду в поле. Сто на сто. Что мне делать? Правда, что? Я узнаю у людей. Ты узнай со мной. Подпишись скорей. Выйдем в поле. Сто на сто. Знаем, что делать точно. Точно знаем, что. Мы прибыли. Это края. Поселка-усадьба Благое. Это близ деревни Рютина мы находимся. Ну, как вам этот ландшафтный дизайн от бога? Сосны красивейший. Лес приятный. Вот дорога. Мы сюда заехали. Наслаждение эстетическое. А там, вдали, озеро Пирос. Здорово. Вот такие края. Сосны, великаны. Вот эти, смотри. Видите? Сосны причудливо изогнувшиеся в верхнем брейке какие-то такие. Мох. Летом просто можно без, знаешь, без лежака. Оп. Ложиться прямо попой, так сказать, на природу. Ну, я уверен, здесь и отдыхают. Вот этот костер большой. Я бы тоже здесь отдыхал. Красота неимоверная. Денис, расскажи нам, пожалуйста, про это озеро. Эти места известны вообще всем. Да? Рыбакам, охотникам. Здесь зайчиков гоняют. Рыбку ловят. Судачок льет. Прям по бровкам. На дорожку. Щучка хорошая. А зимой лещ. Очень характерное месторасположение. Если рыба до килограмма у нас называется лепеха, то в Вышнем Волочке она уже ледка, а в Валдае она подлещик. Это местный диалект. Пирос. Это понемника, название. Как будто греческое какое-то. Пирос это граница. Между Новгородской Россией и Московской, да? Да. Это вот издревле сбилось. Между племенами. Потом это Новгородское наместничество. И с Тверским наместничеством. Потом Новгородская губерния. С Тверской. Новгородская область. Опять с Тверской. Граница. И все это граница через озеро Пирос там проходит на той стороне озера. Это искусственное озеро? Ну оно было изначально. Рукотвор. Было маленькое, да? Да, маленькое. А разлилось потом до огромных масштабов. Вот тогда, в Петровские времена, да? Да. Фактически водохранилище. Да. Площадь огромная. Мы посмотрим в интернете. Сейчас подпишем. Но тот берег едва видно. В общем, отсюда. Острова, да, какие-то? На острова тут доплывают люди, наверное, да? На лодочках. Там тоже можно погульбанить. Да. А можно и вплавь, конечно, но неудобно реквизит возить, если вплавь. Зимой дырочку сверлишь, мотыля насаживаешь, тись, рыбку вытаскиваешь. Приезжайте на рыбалку. Захотел теперь попробовать. Тверская область, она вообще славится озерами, да. Но три наиболее крупных этого озера, ну, будем вредить, уже четыре. Это Селигер по площади. Вот. Дальше большое озеро Великое называется под Тверью. Большое, крупное по величине. А далее озеро Кавтин в нашем районе, Кавтинское озеро. И озеро Пирос. Так вот, Селигер – это ерунда. Там красивые острова-то, да, все это. Вот, но глубина не ахти чего. А Кавтинское – это около сорока метров глубиной. Озеро Пирос – то же самое. Около сорока метров глубиной. Ну, правда, не везде, а в отдельных местах. Вот так выглядит брусничник. Смотрите. Вот они сейчас. Сейчас брусники уже нет. Но именно здесь она… В каких примерно месяцах? За брусникой тут самый ход. В августе. Брусника – август. Июнь. Вон, посмотрите, какие здесь просто заросли этого брусничника. Невероятно. Еще там есть, дальше, здесь. Какие еще ягоды, Денис? Июнь – земляника, июль – морожка, август – брусника, сентябрь – клюква. У нас очень богатые леса. Ноябрь, так сказать, просто поговорили. Вот вам экосистема, друзья. Теперь вы знаете, как сюда приезжать. Теперь вы знаете, что это того стоит. Я и на охоту ходил, и на рыбалку ходил хорошо. Вот, и, ну, грибы, ягоды. Я грибник заядлый, ягодник заядлый был, значит, на нашего много. Причем в настоящих я не брал даже ягоды, допустим, даже брусника. Кое-какие. Вот большинство берет там бару, брусника. Мне эта брусника, там ей много. Она мне даром не нужна. Это не настоящая брусника, она брусника, но горьковатая, мельче. Я лучше дальше съезжу на мотоцикле километров за 12 в болото. Эта брусника не боровая ягода, а это болотная ягода по-настоящему. Там она крупнее, гроздец, мощнее, сочнее. Вот, совсем другое удовольствие. А грибы, вот, такие гладухи набирал. Вот, не старые, не старые. Именно молодые гладухи вот такого. Растут в корзинку, не влезают. Молодая гладуха. Вот, да. Это удовольствие как-то получаешь. Все это, настоящие. Гриб, да-ка настоящие, действительно. Ягода настоящая. То есть вы за активное, не то, что сидишь там, кресло качалки, что-то делать. Да, 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 безусловно, да. То есть природное взаимодействие. Да. И если в лес пошел, ну, если бывает, смотря куда пошел, бывает, ничего не нашел, не набрал. Бывает такое. Но все равно из леса пустым нельзя приходить домой. Надо что-то из леса вот нести. То ли палку найти интересную, увидеть вот и выломать или вырезать ее, принести домой для чего-то. Ну, что угодно. Жить надо в природе и природой жить вот. Но не нарушать порядка, что у нас сейчас не соблюдается. Вам кажется, что современные вот эти мировые все кризисы, катаклизмы отчасти от того, что люди заперлись, да, да? Ну, безусловно, да. Натура человека как такового, наверное, маленько эгоистична. Страсть к наживе как-то вот и к деньгам. Ведь в деревне не разбогатеешь. Здесь люди должны жить такие более скромные. Я вообще вот в этом плане придерживаюсь вот такого выражения, как «Будь богатым, но живи скромно». Вот. «Будь богатым, но живи скромно». Вот этот принцип. Все бы люди его исповедовали. Это Ригодище. Это на полпути примерно. Где-то между поселками Междуречина, Валдай и усадьбой Волагоя. Вот такое место тоже с памятью, с историей. Я с 70-го года по распределению попала сюда на работу и так и осталась здесь. И работали в качестве? Учитель. Учитель. Да, да. Здесь вот особенные дети сейчас. Сначала вот я попала три года, работала как с нормальными детьми. А потом тот интернат, он тоже был школой-интернат, но где обучались дети от многодетных семей. Вот, но они нормально развиты. Вот, а с 73-го года преобразовали в школу вот для, как она называлась, вспомогательная школа, а потом уже менялись названия. А сейчас, ну, по-другому называется, с особенностями интеллекта. Сколько детишек примерно? 40. 40. А было у нас детей, вот я работала, даже было 200, 300, 6, 308. Площадка свежая стоит, спортивная. Наши дети участвовали в Олимпиадах, в Паралимпиадах. Ага, и выиграли чего-то. И выиграли чего-то. Вот что-то как-то выиграли, вот площадку поставили. Ну, такие места. Тут, оказывается, еще и нашу державу прославляют. Да, 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 да. На Олимпиадах, на Олимпиадах они ездили, грамоты, медали, золотые даже. Угу. Вот, так что. В какой дисциплине, не помните, какой вид спорта? Ну, в общем, легкая атлетика. Ага. Печальная история, которая запечатлена, она прямо вот напротив этого красивого здания. Вот эти обломки – это развалины взорванного храма, который был напротив монастыря. В XIX веке здесь был женский монастырь, сюда монашки ходили. И вот это видно, что это куполообразная форма какая-то, круглая. Целая гора теперь на месте разрушенного храма. Мы видим вот такую печальную искусственную гору. И вот уже березки какие вымахли за это время. Деревни воскудели, они перестали быть и настоящими деревнями. Я вот счастлив, считая себя в чем-то счастливым, что я застал настоящие деревни, живые. Когда не обязательно в праздник, а вообще вот в буднях деревня, она жила. Живая. Заходы без спроса. Да, совершенно правильно. И моральные устои были, и другие. И детей воспитывают в всей деревне. Да, 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 да. А в праздник так деревня вообще была. Ну что теперь, концерт где-то по телевизору там или, ну в лучшем случае на сцене клуба, допустим, деревенского. Или что. Дома культура, это ерунда. Опять все искусственные. По-настоящему все было. Песни так, песни так, пляски так, пляски так, пляски так, драки так, драки были. Вот эти праздники, я их застал. Уже они скоро-напосле этого и кончились. Но я успел их застать. Вот я вспоминаю это. У меня даже написано, где-то рассказ, ностальгия. Друзья, если хотите узнать те края, которые вы рассматриваете для жизни, лучшие источники не найти. Да, вот это, пожалуй. Совершенно правильно, совершенно правильно. Смотрите, читайте, образовывайтесь. Культура, прежде всего. От сахи до сахи. Набираем обороты.